Строительство нового телятника в селе Тельвиска, обеднение акционерного общества ВИТО и агропромышленной компании. Эти и другие вопросы обсудили в ходе рабочего совещания глава региона Александр Цибульский и директор Ненецкой агропромышленной компании Анатолий Чудочин. В частности, губернатор интересовал вопрос, почему сроки сдачи телятника в Тельвиске перенесены. Напомню, объект должны были сдать к декабрю прошлого года. Из окруженного бюджета на его строительство выделялась денежная субсидия. Все подробности далее. Контракт на строительство телятника в Тельвиске был заключен на сумму, составляющую почти 92 миллиона рублей. Со сроком окончания в 2018 году планировалось, что объект будет рассчитан на 560 голов телят. Но такого количества животных попросту нет, поэтому пришлось переделывать проект. Во втором корпусе того телятника будем в 2019 году второй корпус сделать и доделывать. Мы будем ставить там 80 дойных поров. Значит, по голове из 560 голов телят у нас будет в двух корпусах 440, из них 80 дойных коров. По словам директора агропромышленного комплекса Анатолия Чудочина, первый корпус телятника практически готов принять скот. Но у подрядчика не хватило материалов на соединительный коридор. Сейчас зимний период подрядчик завозит полностью все сэндвич-панели оборудования на второй корпус на соединительный коридор. Обещает в мае месяце приступить к работам. Но все, конечно, будет зависеть от весны. Но мы с ним разорвали старый контракт и заключили новый. Теперь у нас срок до 41 октября 2019 года. Кроме того, планируется построить в Тельвиске цех по переработке молока и убойный пункт для крупного рогатого скота. При реализации всего проекта в Тельвиске дополнительно появится 12-14 новых рабочих мест. В этом свете губернатор Александр Цибульский поинтересовался, как происходит процесс объединения компаний с акционерным обществом ВИТО. Произошло объединение с ВИТО. По словам Анатолия Чудочина, под сокращение попали сотрудники цеха переработки. Всем им были предложены новые рабочие места в агропромышленной компании. Из этих 18 человек, которые мы предлагали, к нам пошли работать только 12. Значит, не пошли там слесари, продавец не пошли. Не пошла очень хорошая с лабораторией женщина. Ну, возраст они уже не хотят работать. То есть они просто естественного образа выходят на пенсию? Кто-то выходит, кто-то не хочет работать в агропромышленной компании, потому что понимает, что нагрузка будет намного больше. Несмотря на процесс объединения акционерного общества и агропромышленной компании, процесс производства молочной продукции, востребованной детскими учреждениями округа, не прекращался ни на день. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.